На сегодняшний момент в Республике по-прежнему остается напряженная ситуация в связи с коронавирусной инфекцией. Однако, если оценивать ситуацию на сегодняшний момент, то наметилась тенденция к стабилизации. В первую очередь это связано с тем, что уменьшилось количество вновь выявленных случаев, и это уменьшение зафиксировано именно в тех городах, где до этого были введены жесткие ограничительные мероприятия. На данный момент ограничительные мероприятия сохраняются в таких городах, как Свердловск и поселок Фронзы Славяносербского района. По остальным городам на сегодняшний момент сохраняется режим повышенной готовности в соответствии с указом главы, а также на сегодняшний момент возобновлена работа рынков, торговых сетей, при этом как промышленной, так и продовольственной группы товаров, и возобновлена работа парикмахерских. Однако осуществление деятельности в этих учреждениях возможно только при неукоснительном выполнении требований, которые утверждены чрезвычайно противоэпидемической комиссией. Если все граждане нашей республики будут с ответственностью относиться к предложенным мероприятиям, в первую очередь это неукоснительное соблюдение ранее согласованных моментов, это и масочный режим, и социальная дистанция полтора метра, а также предприниматели, у которых сейчас возобновлена деятельность, будут неукоснительно соблюдать требования, то на сегодняшний момент у нас есть перспектива рассчитывать на то, что нам не придется прибегнуть повторно к ограничительным мероприятиям. В случае обострения ситуации, конечно, мы оставляем за собой право чрезвычайно противоэпидемической комиссии принимать повторные такие же действия. Однако, на данный момент разработана, как я уже сказал, система противоэпидемических мероприятий, и которые нужно в первую очередь неукоснительно соблюдать. На сегодняшний момент на территории республики проведено около 5000 исследований. При этом наши исследования проводятся не только у тех лиц, которые имели явные клинические проявления. У нас обследуются все граждане, которые приезжают из мест неблагоприятных по коронавирусной инфекции. У нас обследуются граждане, которые являются контактными по коронавирусной инфекции. И, конечно же, обследуются все граждане с клиническими проявлениями. При этом у нас отдельно сформировано отделение по республике по всем пневмониям с территории республики, которые также все обследуются. Поэтому, если говорить о количестве, которое на сегодняшний момент у нас выявлено, это граждане, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию. Однако у части граждан, у которых есть положительный тест, нет абсолютно никаких клинических проявлений. То есть они только инфицированы. Это количество, конечно же, будет, как я уже сказал, сопоставимо в процентном отношении с тем количеством обследований, которые проводились. Какой процент завозных случаев в Луганской районной республике из тех, которые уже силами вашей службы удалось выявить в Луганской районной республике? Ну, в основном эпидситуация развивалась, исходя из того, что все случаи, первые случаи, они были завозными. То есть на территории республики в начале эпидсезона, в феврале-марте месяце, те обследования, которые проводились, это были те лица, которые прибыли либо из мест неблагоприятных по эпидситуации, либо из сопредельной территории. В количестве, ну, это более чем четверть. Горячий, завозная стучка. Так точно. А скажите, каков коэффициент распространения коронавируса в республике, ну, то есть сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции? Ну, все зависит от того, на каком этапе у нас идет его госпитализация. То есть данную ситуацию мы можем охарактеризовать как в большую, так и в меньшую степень. То есть те граждане, которые прибывают из неблагоприятных мест, они инфицируют минимальное количество граждан, потому что они либо сразу попадают на обсервацию, либо на изоляцию, в зависимости от того, есть у них клинические проявления или нет. То есть еще раз говорим о том, что если нет клинических проявлений, и они прибыли из неблагоприятных мест, они идут на обсервацию на две недели. А в том случае, если есть клинические проявления, то они, конечно же, сразу идут на госпитализацию в инфекционный стационар. А также, в основном у нас инфицирование граждан происходило. Это семейные очаги, там, где лица успевали проконтактировать с несколькими членами семей. И, конечно же, те случаи, когда мы имели госпитальные вспышки коронавирусной инфекции, там один человек мог инфицировать достаточно большое количество сотрудников. И поэтому статистика будет разной. То есть в том случае, если это был завозной случай, то чаще всего это был один пациент, и он оставался одним пациентом. Если это были семейные очаги, то один человек мог инфицировать от трех до пяти человек. В красном луче вот было, да? Так, то есть в красный луч, антрацит. А в тех случаях, где у нас возникали внутригоспитальные вспышки, то там один человек мог инфицировать и 10, и 20, и 30 человек, потому что они все находились в достаточно тесном контакте. Сколько сегодня тестов коронавирусного выявления коронавирусной инфекции проводится в Луганской Народной Республике ежедневно? И, соответственно, каков процент выявляемости? На сегодняшний момент ежедневно проводится от 100 до 200 исследований. В определенные дни лаборатория не работает, потому что ее нужно отмывать. То есть не каждый день делаются такие объемы. В среднем где-то до 100 исследований. Процент выявления. Ну, сама по себе методика по своей достоверности информативности, она где-то до 70%. Это сама методика полимеральной цепной реакции. Процент выявления также будет очень вариабельным. Он будет зависеть от того, в какой группе пациентов мы отбираем. То есть если мы отбираем контактных в очаге, в госпитальном очаге, то, конечно, там процент выявления может быть очень большой. Там может быть и до 20, и до 30% положительных находок. Однако, если мы проводим изучение контактных семейных очагов и их соседей, то там процент, конечно, очень незначительный. Там до 1-2% можно всего определить. А вот вы сталкиваетесь с таким явлением, как ложноположительная или ложноположительная? Мы стараемся в тех случаях, когда реакция сомнительна. Там, когда проводится само исследование, то в конце строится график. И по этому графику, по репликации ДНК, мы можем оценить положительный или отрицательный результат. Так вот, в тех случаях, когда этот график вызывает сомнение или он пограничный, то исследования повторяются. Иногда это ставится даже не одно повторение, а три повторения. И тогда уже с большей долей вероятности можно будет сказать, положительный человек или отрицательный. Потому что мы понимаем степень ответственности, потому что недопустимо, чтобы относительно здоровый человек был госпитализирован в инфекционный стационар, но в то же время также недопустимо, чтобы инфицированный человек был допущен к работе и инфицировал других лиц. Скажите, в Луганской районной республике уже проводится тестирование на антитела? Нет, на сегодняшний момент мы не располагаем такими тест-системами. Это тест-системы, которые проводятся методом иммуноферментного анализа. То есть на данный момент у нас нет таких тест-систем, но у нас есть оборудование и есть лаборатории, которые могли бы использовать данную методику при наличии самой тест-системы. Дмитрий Викторович, у меня крайний вопрос. Когда можно ожидать открытия бассейнов и спортзалов? Уже все так сосковались по спорту. Ну вы видите сами, что введение ограничительных мер носит такой вот лавинообразный и резкий характер, а вот обратное развитие и отмена ограничительных мер должна носить постепенный характер. И связано это будет в первую очередь с тем, насколько наши граждане смогут осознанно выполнять рекомендации. К сожалению, по результату того, что у нас была возможность уже оценить, как выполняются требования на рынках или в новооткрытых супермаркетах промышленной группы товаров, то, с сожалению, можно сообщить о том, что на рынках далеко не все продавцы соблюдают требования и очень большое количество граждан, которые посещают рынок, без масок. При этом такая же ситуация наблюдается и в общественном транспорте. Поэтому, если двигаться дальше в сторону отмены ограничительных мер, то хотелось бы все-таки увидеть уже выполнение тех, снятие тех ограничений, которые были введены ранее. Поэтому, по мере того, как будут выполняться требования на тех объектах, которые уже возобновили свою работу, можно будет уже рассматривать и дальнейшую перспективу снятия ограничений с вышеперечисленных объектов. Ну и, конечно же, это будет связано с той эпидситуацией, в первую очередь, которая будет на момент вынесения данного вопроса на обсуждение чрезвычайно противоэпидемической комиссии.